Ну не может человек два раза в день просыпаться и начинать день сначала. Или может? Два года Олеся Торбина собиралась силами, чтобы принять участие в чемпионате «Открой рот». Девушка уже имеет опыт выступления перед публикой. Будучи школьницей, она занималась в театральной студии. Но подготовиться к такому конкурсу практически невозможно, и это заставляет ее нервничать. Волнение есть. Я волновалась и сегодня, и неделю назад, и сейчас. Конечно, тебя оценивают, на тебя смотрят люди, которых ты не знаешь, ты выступаешь на публике. Участники читали японские, чилийские, французские, арабские стихи. А проза была представлена произведениями лауреатов премии «Ясная поляна» и авторами мировой литературы. Мы очень хотим, чтобы хорошие люди собирались чаще вместе и чаще читали друг другу хорошие книги. Жюри оценивало технику речи и выразительность чтения. После первого раунда огласили промежуточные результаты, а судьи и организаторы дали советы и рекомендации участникам чемпионата. Когда читаешь такие отрывочки, лучше читать их так, как будто рассказываешь соседу по квартире, подружке. Вот действительно, не играйте. Отборочный тур закончился и волнение осталось позади. Три участника, которые набрали большее количество баллов, поборолись за звание финалиста. Победитель городского этапа чемпионата будет представлять наш город в полуфинале в Дубне. Елена Грецкова, Владимир Есейников, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.